Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Поучение Иоанна Златоустова о том, что христианин должен иметь все признаки верного. Из беседы 4 наивинглиста Матфея. Вижу, что многие после крещения живут небрежнее, не крестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжеще, ни в церкви нескоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только при совершении таинств можно увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по нраву. Ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А ежели ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для желающих жить сообразно этой почести увеличивает кару. Верующий должен быть листать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. Надобно, чтобы он по всему был виден. И по поступе, и по взору, и по виду, и по голосу. Сказал же я всем для того, чтобы нам соблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с которой стороны, не стараюсь распознать тебя. Везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту. Вижу тебя на конских ресталищах, на зрелищах. Вижу, что ты проводишь дни в беззаконе, в худых ходбищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Хочу заключать о тебе по виду твоего лица. Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде. Вижу, что ты наряжен, ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим. Вижу, что ты водишь за собой тунеядцев и листецов. Стану ли судить о тебе по словам. Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, полезного к нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу. Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все исчисленное мною уверяюсь в противном. И что говорю верный. Да человек ли ты, и то не могу узнать подлинно. Когда легаешься, как осел, Скачешь, как волк, Ржешь на женщин, как конь, Объедаешься, как медведь, Уточняешь плоть, как лошак, Злопамятен, как верблюд, Хищен, как волк, Сердит, как змея, Язвителен, как скорпион, Коварен, как висица, Хранишь в себе яд злобы, Как аспит и ехидна. Враждуешь на братьев, Как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, Не видя в тебе признаков Естества человеческого. Ища разности между оглашенным и верным, Подвергаюсь опасности не найти разность Даже между человеком и зверем. Ибо чем назову тебя? Зверем? Но у каждого зверя который-либо один Из сих пороков. А ты, совокупив себе все пороки, Далеко превосходишь и их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, Не любит денег. А когда в тебе больше пороков, Нежели в зверях и бесах, Скажи мне, как назовем тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, То как наименуем тебя верным? А что всего хуже? Находясь в столь худом состоянии, Мы и не воображаем о безобразии души своей, Не имеем понятия об ее гнусности. Когда сидишь у волосочесателя и стрижешь волосы, То, взявшись зеркало, Со всем вниманием рассматриваешь прическу волос, Спрашиваешь о предстоящих и того, кто стриг, Хорошо ли они лежат у тебя на лбу. Будучи стариком, часто не стыдишься до неистовства Предаваться юношеским мечтам. От того, что душа наша не только безобразна, Но даже зверообразна, И стала сцилую и химерою упоминаемыми в языческих баснословии, Немало не чувствуем. Хотя есть здесь духовное зеркало, Которое гораздо лучше и полезнее вещественного. Ибо не только показывает безобразие, Но даже если захотим, Превращает он ее в несравненную красоту. Зеркало же сие, Память о добрых мужах И повествование о их блаженной жизни, Чтение Писания, Законы от Бога данные. Ежели захочешь однажды посмотреть на изображение Он их святых, Увидишь гнусьность своего сердца, А увидев ни в чем другом не имеешь нужды, Дабы избавиться от этого безобразия. Для сего самого и полезно нам зеркало, Оно делает удобным превращение. Итак, никто не оставайся в образе бессловесных. Если же раб не входит в дом отца, То как можешь вступить в вонные предверия, Будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь хотя по природе своей дик, Но часто посредством человеческого искусства Делается кротким. А ты, который природно их зверство, Превращаешь в несвойственную им по природе кротость, Какое извинение будешь иметь тогда, Когда природную кротость превращаешь В неестественное зверство? Дикого по природе делаешь смирным, А себя, который по природе смирен, Против природы обращаешь в дикого, Льва укращаешь и делаешь ручным, А своему гневу попускаешь быть неукротимее льва. В первом случае встречаются два затруднения. То, что зверь лишен разума, И то, что он всех сердите. Впрочем, ты по избытку мудрости, Данной тебе от Бога, Преодолеваешь и природу. Как же ты, в зверях, Препобеждающий природу, В себе самом изменяешь И природе, И совершенству воли? Если бы я велел тебе сделать кротким Другого человека, Ты не счел бы моего приказа невозможным, Хотя и мог бы мне возразить, Что ты не господин чужой воли, И что не все от тебя зависит. Но теперь велю тебе укротить Собственного, твоего зверя, Над которым ты полный господин. Итак, чем оправдаешься в том, Что не владеешь природой? Какое можешь представить Благовидное извинение в том, Что из льва делаешь человека, А о себе не заботишься, Когда из человека делаешься львом? Ему сообщаешь свойства выше его природы, А в себе не сохраняешь и естественных. Диких зверей стараешься довести До одинаково с нами благородства, А себя самого не звергаешь Царского престола, И доходишь до зверского неистовства. Представь себе, если хочешь, Что и гнев есть зверь, И сколько другие стараются Над обучением львов, Столько покажи старания над собою, И необузданный гнев свой Садилай тихим и кротким, Ибо гнев имеет столь страшные зубы и когти, Что истребит все, если не укротишь его. Даже и лев, и эхидна Не могут терзать внутренностей Столикой жестокостью, Как гнев, Непрестанно терзает железными когтями. Он не только вредит телу, Но расстраивает самоё здравие души, Поедая, терзая, Раздробляя всю силу её, И соделывая её ни к чему не способную. У кого внутри завелись черви, Тот не может дышать, Когда все внутренности его изъедены. Как же можем породить что-нибудь благородное, Нося внутри себя сего змея? Я разумею гнев, Снедающего внутренности наши. Каким образом избавимся от этой язвы? Если будем употреблять питье, Которое может умертвить внутренних червей и змей. Но какое питье, спросишь, Имеет такую силу? Честная кровь Христова, Если упование приемлется. Она может уврачевать всякую болезнь, А вместе с сим Внимательное слушание Божественных Писаний И присоединяемая к тому милостыня. Всеми сими средствами Могут быть умерщвлены страсти, Расслабляющие нашу душу. И тогда только будем жить, А теперь мы ничем не лучше мёртвых. Когда живы страсти, Нам невозможно жить, Но необходимое должно погибнуть. Ежели не успеем умертвить их здесь, То они умертвят нас там. Вернее же сказать, Ещё здесь, прежде оной смерти, Подвергнут нас жесточайшему наказанию. Каждая из их страстей жестока, Ненасытна, И каждый день, поедая нас, Ничем не удовлетворяется. Зубы их суть зубы львиные, И даже страшнее львиных. Когда лев сыт, Тотчас оставляет попавшееся ему тело, А страсти никогда не насыщаются, Не отстают, Да коли уловленного имя человека Не увлекут к дьяволу. Такова сила страстей, Что они требуют от пленников своих Такого же рабства, В какое Павел предался Христу, Презиравший для него и гиену, и царство. Ибо как скоро впадёт кто в плотскую любовь, Сребролюбие или чистолюбие, Начинает уже смеяться над гиену И презирать царство, Только бы исполнить ему волю сих страстей. Итак, поверим Павлу в том, Что он столько любил Христа, Когда есть люди в такой же степени, Раболепствующие страстям. Что же невероятного в любви Павловой? Потому и слабее наша любовь ко Христу, Что вся наша сила истощается На любовь порочную. И мы, хищники, Сребролюбцы, Рабы суетной славы. А что может быть маловажнее Сей славы? Если сделаешься и в тысячу раз знатнее, Ничем не лучше будешь людей неизвестных, Напротив, чем через сие самое Сделающее бесчестнее. Когда те, которые охотно себя прославляют И выставляют знаменитым, Смеются над тобой за то самое, Что ты желаешь от них славы, То сие усердие Не производит ли противного твоему желанию? Ибо люди сии поступают, Как обличители. Кто хвалит преданного прелюбодеянию Или блуду и ласкательствует ему, Тот сим самым более обличает, Нежели хвалит похотника. Так, если все мы Хвалим пристрастного к славе, То более обличаем, Нежели хвалим славолюбивого. Итак, для чего же много Ты заботишься о таком деле, Которое следствие Всегда противной твоей цели? Если хочешь прославиться, Презирай славу И будешь славнее всех. Аминь. 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 Продолжение следует...